Здравствуйте! Новости на телеканале Саратов 24. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. От коронавируса скончался ещё один житель региона. Количество жертв пандемии достигло 65 человек. Такую информацию предоставил Федеральный оперативный штаб. В региональном слова своих коллег подтвердили. Новый жертвой ковида стал 60-летний мужчина. Пациент поступил в специализированный стационар в тяжёлом состоянии с проявлениями вирусной пневмонии. Кроме того, у мужчины была артериальная гипертензия и сахарный диабет второй степени. Несмотря на все мероприятия, спасти человека не удалось. Несмотря на все проводимые мероприятия и назначение всех необходимых групп лекарственных препаратов, произошёл летальный исход. Пациент тоже страдал сахарным диабетом. Недавно мы пришли на второй, конечно, всем сразу хочется перейти на третий. После перехода на каждый этап мы какой-то период ещё наблюдаем, как у нас изменится эпидемиологическая ситуация, будет или не будет прирост. И сказать за первые буквально несколько дней, как мы только перешли на второй этап, это очень сложно. Что касается вакцинации, то она не начнётся в Саратовской области раньше следующего года. Первые партии вакцины поступят в субъекты только в 2021 году. Кроме того, специалисты на брифинге рассказали, что школьникам в новом учебном году не придётся использовать средства индивидуальной защиты. Что касается вузов, в масках будут ходить все, за исключением преподавателей, которые читают лекции в аудиториях. Делают новую зону отдыха. В Балакове реконструируют парк рядом с кинотеатром «Октябрь». Работы ведутся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Пока строители расчищают территорию, чтобы начать укладывать плитку. А после приступят к благоустройству. Анна Заболуева побывала на месте строительства и узнала, что там хотят увидеть местные жители. Я так понимаю, это клумбы, да? Это клумбы будет подняться. С кирпича. С тем, чтобы можно было по краям ещё и сидеть вот здесь. Вскоре это место полностью преобразится. В парке рядом с бывшим кинотеатром «Октябрь», что в Балакове ведут работы по благоустройству. Сейчас реализуется третий этап национального проекта «Жильё и городская среда». Делают зону отдыха для местных жителей. В рамках рабочей поездки депутат Государственной думы Николай Панков вместе с общественным советом осмотрел, как идёт строительство. Этот детский парк – один из крупных парков, который приводится в соответствие. Раньше же этого не было. И в любом случае нужно все эти территории правильного отдыха граждан как можно больше развивать, как можно больше реализовывать. Поэтому здесь ещё работы много. И первый этап за счёт средств федерального бюджета как раз говорит о том, что эти проекты нужны людям. Пока здесь ведутся работы по расчистке территории. А вскоре планируют начать обустройство велодорожки. Также установят освещение и малые архитектурные формы. Предусмотрен и монтаж системы автополива газонов. Николай Панков обсудил с подрядчиком качество применяемых материалов. По словам парламентария, они должны быть не только красивыми, но и долговечными. Какая толщина плитки здесь? Восьмёрка. Восьмёрка? Не тонко? Нет. Для того, чтобы потом можно было обслуживать. И ведь город Балаково – город атомный, но всё равно Сан-Сан сюда загонит КамАЗы. Зимой снег убирать. У него нет мобильной маленькой техники. Так я понимаю, Сан-Сан? Я на заводе был, они дают гарантию. Местные жители обратились с просьбой установить побольше лавочек и урн для мусора. Чтобы людям было комфортно проводить время в парке. А чтобы зона отдыха не была скучной, применять больше ярких цветов в оформлении. Тут и люди хотят отдыхать, и дети, и чтоб и на велосипедах, и на самокатах. Для маленьких вроде всё есть. А вот для постарше детей, которые 10 и выше, тем бы надо что-то, чтобы они отсюда ушли. Потому что они здесь лазят по разным вот этим вот домикам, по крышам. Как отметил Николай Панков, благоустройство мест отдыха в Балакове позволит раскрыть его потенциал как для жителей, так и для туристов. При этом, по словам парламентария, важно выстраивать работы поэтапно, не гонясь за сроками. А выдерживая высокое качество, чтобы это место отвечало всем современным требованиям создания комфортной городской среды. Анна Заболуева, Олег Бирюков, Саратов, 24. Отправились в рейд. Сотрудники МЧС проверяли пожарные гидранты. На территории Саратова их немало. Всего порядка 5000 колодцев. Правда, работают не все. Лишь каждый третий. Следить за ними должны не только чиновники, но и коммунальщики с горожанами. Подробнее об этом и о других событиях за неделю в нашей рубрике МЧС. Слово Наталье Коронатовой, главному специалисту пресс-службы МЧС области. Спасибо, Павел. Начну с оперативной информации, с хроники пожаров. За неделю в регионе произошло более 200 возгораний. Сразу на двух пожарах погибли несколько человек. В Саратове на Новоастраханском шоссе загорелись домашние вещи в одной из квартир четырехэтажного дома. Площадь пожара составила всего 7 квадратных метров. Однако в результате возгорания погибли мужчина и женщина. Причина трагедии – неосторожность при курении в нетрезвом состоянии. А в селе Ивановка Балаковского района горели два дачных домика. На пожаре погибли сразу три человека. Причина та же – неосторожность при курении. Что касается трагедии на воде, с начала лета в области утонули 24 человека, в том числе пятеро детей. Как показывает статистика, взрослые в основном тонут в состоянии алкогольного опьянения. А дети – из-за неумения плавать и в отсутствии контроля со стороны родителей. В выходные дни многие саратовцы выйдут на водоемы на маломерных судах. Для инспекторов ГИМС сейчас горячая пора. Ежедневно они проводят рейды и патрулирование на водных объектах. Основная цель – объяснить отдыхающим правила безопасного поведения и не допустить несчастные случаи на водоемах области. Прибывая на пожар, теряют драгоценное время. В регионе остро стоит вопрос с состоянием пожарных гидрантов. Часть неисправны, часть заставлены автомобилями. Не везде есть указатели. В проблемах с пожарными гидрантами разбирался Никита Исанов. Подобные у огнеборцев не редкость. Водитель припарковал автомобиль на крышке люка. В колодце находится пожарный гидрант. К нему и пытаются пробраться сотрудники. Хотят проверить, работает ли. В данном случае мы не можем воспользоваться пожарным гидрантом, так как на нем установлен автомобиль. В таких случаях ищем другие пожарные гидранты на более удаленном расстоянии. Еще одна проблема, с которой сталкиваются ревизоры – неисправные гидранты. Всего и в городе порядка пяти тысяч. И каждый третий из них не работает. Это доставляет немало трудностей во время возгораний, рассказали пожарные. Не хватает точек водозабора и в частных секторах, особенно где плотная застройка. Пожарным нередко приходится набирать цистерны в других местах. Иногда до ближайшего гидранта ездят за несколько километров от места возгорания. Теряют время. Если какой-то гидрант выявлен при проведении проверки номер два, и пожарные гидранты неисправны, значит, собственники пожарных гидрантов должны взять на учет и отремонтировать данный пожарный гидрант. А пожарным что делать в таких случаях? А пожарные в таких случаях ищут ближайшее противопожарное водоснабжение и пользуются уже удаленными противопожарными водоисточниками. Следить за пожарными колодцами должны не только чиновники, но и коммунальщики с горожанами. Если гидрант сломан, должны починить. Правда, делают это далеко не все, признаются огнеборцы. Никита Исанов, Олег Бирюков, Саратов, 24. Новая информация уже через неделю. Спасибо. Наталья Коронатова, главный специалист пресс-службы МЧС области, рассказала о чрезвычайных событиях за неделю. В последний путь проводили экс-ректора классического университета. Церемония прощания с Дмитрием Трубецковым прошла в 10-м корпусе СГУ. Про бывшего руководителя вуза коллеги, друзья и знакомые говорили, что он всегда был открыт новому. Это при Дмитрии Ивановиче в университете началась масштабная компьютеризация. Появились новые факультеты. Надежда Новикова побывала на церемонии прощания. С бывшим ректором Саратовского государственного университета имени Чернышевского прощались в 10-м корпусе, который и был построен при его руководстве. Дмитрий Иванович Трубецков скончался на 83-м году жизни. Он и ректором был таким, в общем-то, тихим, скромным, непафосным. Отдать дань памяти Дмитрию Трубецкову сегодня пришли не только его коллеги, друзья и ученики, но и многие известные саратовцы. В их числе бывший ректор Политехнического университета Игорь Плевий, заместитель председателя правительства области Сергей Наумов, а также культурные и общественные деятели. Его авторитет среди студентов был абсолютно... Конечно, очень сложно говорить в таком время. Но мы запомним его как выдающегося ученого, который создал лучшую, наверное, в России школу и в мире по электронике, по нельнейной динамике. Дмитрий Иванович был удивительный человек. Он был очень открытым, очень доброжелательным, исключительно порядочным человеком. Я вот за 25 лет, естественно, было много хорошего и не очень, но я не припомню случай, когда Дмитрий Иванович не то чтобы кричал на кого-то, а даже просто повысил голос. Дмитрий Иванович родился 14 июня 1938 года в Саратове. Учился в Саратовском государственном университете по специальности радиоэлектроника. Имел звание члена корреспондента РАН. 9 лет Дмитрий Трубецков занимал должность ректора Саратовского государственного университета. Дмитрий Иванович занимался исследованиями в сфере сверхвысокочастотной электроники, нелинейной динамики. Им и его учениками была разработана нелинейная и нестационарная теория лучевых приборов М-типа. Труды Трубецкова послужили толчком к многочисленным работам в России и за рубежом и по существу к новому взгляду на СВЧ-электронику. Похоронен Дмитрий Трубецков будет на Старо-Елшанском кладбище. Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов, 24. Впереди прогноз погоды от Александра Новохадского, а затем продолжим знакомить вас с новостями. Задумались, как получить дополнительный доход? А я его уже 7 лет получаю в кооперативе Гарант Кредит. Просто, выгодно, надежно. Заботимся о будущем вместе. Ваш Гарант Кредит. Телефон 906-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив Гарант Кредит. Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Телефон в Саратове 906-444. Здравствуйте. В Саратове 77-85-85. Наши специалисты помогут подобрать товар, исходя из вашего бюджета. Са меньшую стоимость. При этом сохраняя качество. Главный принцип нашей работы – качество, доступные цены и соблюдение сроков. Мы уже зарекомендовали себя на рынке и нам доверяют. В Саратове и Ингресе также ветрено, сыро и не жарко. Температура днем до 18 градусов, а ночью до 13 выше нуля. Атмосферное давление около 750 миллиметров в ртутную столба. Вода в Волге плюс 18. В народе говорили, какая погода на Степана, таким и сентябрь будет. Всем всего доброго, берегите себя. До встречи. Жаловаться можно. Продолжает работать народная приемная «Саратов-24». О самых вопиющих проблемах мы рассказываем в эфире. О полной перечень обращений будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже уже во вторник. Ко мне присоединяется дежурный народной приемной. На этой неделе это Роман Базан. Ром, здравствуй. На что жаловались жители нашей области. Здравствуй, Павел. Разбитые дороги и коммунальные проблемы больше всего, видимо, доставляют неудобства для наших жителей. Но обо всем по порядку. Жители поселка за нами жалуются на отсутствие дороги. Говорят, два месяца назад у них решили делать ремонт. Сняли старый асфальт и так все и оставили. Местным приходится ездить по пыли, грязи и, как говорят саратовцы, убивать свои машины. На днях, правда, дело сдвинулось с мертвой точки. На дорогу уложили щебень. Асфальта тоже ждать месяца два, шутят местные жители. Помощи просят и жители поселка с красивым названием «Сосновый парк». Отсутствуют дороги и тротуары. Говорят, чиновники не помогают. Объясняют, что до 30-го года все средства распределены и сделать они ничего не могут. А дети и пенсионеры тем временем с риском для жизни добираются к автобусной остановке. Какие проблемы еще беспокоят наших телезрителей? В Красном Куте, как выяснилось, проблемы с водой. Видео в качестве подтверждения слов не постирать, не помыть и, конечно, готовить на такой воде проблематично, говорят горожане. К тому же стоит ужасный запах. Большая куча мусора около дома по адресу Заречная 7 доставляет много хлопот местным жителям. Они объясняют, в начале лета начали делать новую дорогу с бордюрами и перенесли мусорные баки прямо под окна. Вонь была очень сильная. Сейчас куча все растет и растет, мусорные баки снова передвинули, но по привычке многие отходы кидают под окна. Спасибо, Роман. Полный отчет о жалобах телезрителей читайте в новом выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже в ближайший вторник. Мы ждем от вас новые обращения. Если есть возможность их проиллюстрировать, будем только рады. Площадка для демонстрации новейших достижений агропромышленного комплекса. Именно так называют специализированную сельскохозяйственную выставку, которая прошла в нашем регионе. Подробности в наших репортажах. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Хозяин в поле. Так сельхозтоваропроизводители прозвали знаменитый Кировец. Сегодня это основной трактор, который работает на полях Саратовской области. Основным официальным дилером Петербургского тракторного завода в регионе является компания «Агроцентр». Петербургский тракторный завод выпускает серию тракторов Кировец мощностью от 300 л.с. до 428. Тракторы Кировец проходят по государственным программам. В частности, программа 1432. Это государственная субсидия, выделяемая заводу. 10% от стоимости техники возмещается заводу, а завод, в свою очередь, предоставляет скидку конечному потребителю. В этом году Петербургский тракторный завод выпустил новую модель Кировца К7М. Среди главных преимуществ трактора – усиленные мосты и навеска, автоматизированная коробка К7, управление джойстиком. Также увеличена обзорность кабины и улучшена ее вибро-шумоизоляция за счет отсоединения лестницы от кабины и глушителя. Модель имеет подрессорный мост, что смягчает работу трактора. Для удобства клиентов производитель увеличил гарантийный период. Если она была раньше один год или две тысячи моточасов, сейчас два года и три тысячи моточасов, что увеличивает срок службы трактора. То бишь запчасти, которые могли выйти в первый год обслуживания и строя, также можно будет заменить в следующий год, поменять по гарантии. Преимущества кировцы давно оценили и сельхозтоваропроизводители. Кировцами мы пользуемся уже давно, больше 15 лет. С агроцентром уже более 10 лет мы работаем вместе, доволен этой техникой. Новая, современная, соответствует нашей земле. Наша земля очень сложная, для нее только кировец подходит. На сегодняшний день в линейке 11 основных моделей кировцев. Сейчас агроцентр проводит акцию. При авансировании или стопроцентной оплате любого трактора «Кировец» с 1 июля по 30 сентября включительно, покупатель автоматически становится участником розыгрыша. В качестве призов автомобиль «Нива», зернометатель и восьмикорпусный лемешной навесной плуг. Два важнейших свойства – высокое качество и функциональность – отличают моторные масла «Рольф» среди прочих. Компания является производителем высокотехнологичных смазочных материалов, охлаждающих жидкостей и пластичных смазок. Продукция широко известна как сельхозтоваропроизводителям, так и представителям транспортных и индустриальных предприятий в России и мире. Официальным поставщиком в Саратовской области является компания «ТК Трейзинг». Сельхозтоваропроизводители выбирают нашу продукцию, потому что она обеспечивает длительность ресурса техники, обеспечивает увеличение межсервисных интервалов, обеспечивает бесперебойность работы и снижение простоя в технике. Продукция имеет уникальное соотношение цены и качества, и представители «ТК Трейзинг» на Саратовской земле обладают гибкостью подхода и клиентаориентированностью. Продукция «Рольф» широко реализуется в агропромышленном комплексе. Как правило, она поставляется на предприятия, обрабатывающие более 1 миллиона гектаров. Вся предлагаемая линейка смазочных материалов одобрена ведущими производителями автомобилей и спецтехники. Продукция неоднократно прошла широкомасштабные полевые испытания, результаты которых говорят сами за себя. Соотношение стоимости и качества высоко оценили потребители разных отраслей. Продукцию компании «ТК Трейзинг» используем более двух лет. По планам будем продолжать сотрудничать и работать с «ТК Трейзинг». Мы искали надежного поставщика. Приехал представитель компании «Рольф». Показал, рассказал, объяснил, дал на пробу. То есть нас все устроило. Мы попробовали, довольны результатом. Цена, качество, техническая поддержка и скорость доставки. Все здорово. Благодаря широкому ассортименту, индивидуальному подходу к каждому клиенту и техническому сопровождению продаж, компанию «ТК Трейзинг» в качестве поставщика выбирают ключевые предприятия Саратовской области. Отлаженный сервис и бесперебойная работа в любых условиях позволяют компании поддерживать репутацию надежного и стабильного партнера у своих клиентов.